Девушки отдыхают 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 Мы требуем права избирать своих представителей. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так же, как против людей. Мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Все это надежда нашего народа, но это и предостережение. Мы будем сражаться за свои права, потому что боремся за справедливость. Пока мы не будем свободны, вам не будет покоя. Теперь вы знаете, что мы хотим. Мы живые, и мы требуем свободы. Уходим отсюда! Не могу пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркус, они идут. Нам надо прыгать. Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя. Он же наш. Маркус, решай. Мы не убьем своего. Саймон, мы уходим. Прости. Пора. Мы прерываем программу для экстренного выпуска новостей. Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стретфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое видеообращение. Нечто похожее на андроида без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Наружены тела двух убитых. Это охранник и оператор канала. Оба, судя по всему, были застрелены террористами. Да, есть все основания полагать, что речь идет о террористической атаке. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии, пока у нас здесь шел прямой эфир. Мы все глубоко потрясены. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав. Это можно расценивать как объявление войны. Здесь сразу возникает вопрос, кто на самом деле этот андроид. Действует ли он от своего имени или от лица организованной группы? Был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу? После случившегося, можем ли мы доверять своим машинам? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok